Привет, бои-скауты! С вами Кьюбайт. И сегодня у нас будет супер насыщенный ролик. Как вы уже поняли по названию, ко мне пришла новая посылка из США. И она супер огромная. Сейчас покажу её. Вот так она выглядит. Но она реально очень большая и тяжёлая. Плюс ещё, наверное, на почту нужно сходить, потому что я уверен, что что-то пришло. Я завтра, может быть, пойду, потому что мне придёт ещё большая посылка с комиксами. Но это уже, наверное, для всякой всячины. Сегодня мы вот это всё посмотрим. Посылка из США мне пришла буквально 10-15 минут назад. То есть я поставил камеру, свет поставил. И всё, начал записывать. Понедельник день тяжёлый, так что распаковка посылки это самое, что ни на есть, крутое видео. А завтра выйдет видео о самоделках. Я уже текст дописал, так что оно по-любому будет. Давайте начинать. Если вы, конечно, любите посылки из США и вообще какие-нибудь распаковки, то вы знаете, что делать. Так, вроде всё. И я очень надеюсь, что там есть мармеладки, потому что я на самом деле голодный. Я бы не против. Полакомиться немного. Ну, здесь, как всегда, вот такой чёрный пакет, по-моему, сейчас порвётся. Я уже вижу. Я уже вижу подарочки. Здесь. Оу, happy new year. Спасибо, уже второй месяц нового года. Но да, у меня такого магнитика, кажется, не было. Так что да, большое спасибо. И мармеладки. Секунду. Очень вкусные и холодные. То есть они лежали, ну, потому что коробка, наверное, ехала в какой-то фуре. То есть вы понимаете, на улице холодно, поэтому они холодненькие и даже приятно. Окей, надо чёрный пакет тоже вскрыть, потому что всё самое интересное, конечно же, там. Слушайте, по-моему, всё дошло идеально. В идеальном состоянии. Итак, давайте начинать. Начнём мы, наверное, с вот этих замечательных фанко-фигурок. И это купить я хотел, на самом деле, давно. Это Бэтмен 60-х годов и Джокер 60-х годов. Ну, то есть из сериала 60-х. Я, наверное, сниму для вас коробки поближе, но выглядит это действительно очень круто. И я так понимаю, только из этой серии только две фигурки. То есть это именно где они были в таких костюмах. Серфингисты. То есть, ну, на пляже, пляжных костюмах. Тут у них есть серфы с логотипами. То есть у Джокера это с его лицом, а у Бэтмена это с логотипом летучей мыши. Просто шикарные фигурки. Мы их обязательно посмотрим на всякой всячной. Может быть, сегодня откроем, потому что я буду распаковывать... Ну, вы поняли. Назад в будущее, а может быть, сразу и эти распакуем. Так что, пока не отходите далеко, конечно же, не переключайтесь никуда. Я забыл совершенно! Серьезно, блин, я забыл. Сейчас вы удивитесь. Я забыл кое-что. Я забыл, что я это заказал даже. Ах, черт. В общем, я заказал вот этот набор. Оказывается, он у нас продается. Я думал, что он эксклюзивный. Вроде изначально так и было. Его потом уже завезли попозже. Это набор с пугала. Вот, замечательный набор. Все отлично у него. Здесь пугало в форме доставщика пиццы. И все это выглядит очень круто. Здесь еще есть охранник, есть Бэтмен. У которого вроде бы новое выражение леса. Я не знаю, может быть так, может быть не так. Мы сделаем обзор на этот набор. В принципе, я думал, он поменьше даже. То есть, я думал, он вот такой где-то. Вот, здоровски. Сделаем на всякой всячине. Так что, туда тоже подписывайтесь. Но, я думаю, многие уже подписались. Многие знают про всякую всячину. Надеюсь. Так, теперь то, чему я сейчас удивился. И, кстати, да, я почему удивился, потому что все идет обычно с Амазона. То есть, я заказал все это с Амазона. А это посылка с другого сайта. Вы сейчас поймете, почему. И, да, кстати, еще насчет LEGO Dimensions. Вы знаете, что сейчас вышла волна 7,5. То есть, 7,5. Вот, там у нас LEGO Batman. По-моему, там еще Марселин. Там еще у нас Гермиона, что-то такое. Но Марселин вроде раньше вышла. То есть, я ее... Уже где-то она здесь должна быть. Вот она. Вот. И я ее не могу заказать, потому что на Амазоне просто нет в продаже. То есть, это или их раскупили, там еще нет. Я не знаю, что происходит. Но заказать пока не могу. Но в скором времени все будет. Короче. Чтобы вас не томить, все падает. Это... Бокс Стэна Ли. Офигенно такой тяжелый. Мне даже кажется, что он тяжелее, чем какие-то обычные боксы. Блин, это круто. Мне, на самом деле, очень нравится дизайн этого бокса. Он такой весь цветной, весь классный. Здесь amazing. Здесь у нас fantastic. Вообще здорово. Ну, powered by Poe Стэн Ли. Короче, здорово. Это бокс от Стэна Ли. Там что-то должно быть интересное. Мы обязательно сделаем здесь обзор. То есть, на этом канале. Обычно я делаю распаковки всяких коробочек. Там типа Marvel Collector Corps. Легион коллекторов и так далее. Коллекционеров. В общем, вы знаете. Сделаем обязательно. И, блин, эта коробка реально какая-то большая. Следующая штуковина. Я сам не знаю, зачем я ее заказал. Но она выглядит прикольно. То есть, это такой бокс светящийся. Видите, у меня все светится. Я вообще люблю все светящееся. Это бокс, который подсвечивается. Там еще буквы. И ты можешь вставлять свои слова какие-то. Можно еще распечатать русские буквы. Ну, то есть, сделать это все на принтере. И вставлять туда русские буквы. Что довольно клево. Сейчас мы посмотрим, как это работает. О, USB. Сейчас все это удобно сделаем. А, нет. Распечаток не получится, потому что они прозрачные. Так, сейчас затестим, работает ли эта штука. Ну, да, работает. Но не супер ярко. То есть, видите, немножко подсвечивается. Даже лицо, по-моему, не подсвечивает. Ладно, окей. Да, давайте сейчас я вставлю какие-нибудь буквы. Что-нибудь соберу. И покажу вам. Та-дам! Ну, в общем, я только одно слово написал. Это было логично. Мне сейчас лень что-то еще там. Типа subscribe или что-то вроде этого. Вот. Но, на самом деле, бесполезная штука. Но прикольная. Это, знаете, типа, как в кинотеатрах старых. Вот так было. Не уходите. Мы продолжаем. Следующее, что вам безумно понравится, это... Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тюм! Реверсивный флэш по сериалу Flash. Здесь даже тахионный ускоритель этот есть. Несколько рук. И он может вибрировать. Даже, посмотри, серьезно. Есть руки с вибрацией. Здесь есть даже кольцо. То есть, разумеется, я сделаю... Блин, слушайте. Довольно клевая фигурка. Я думал, она реально хуже будет. Я обязательно сделаю обзор на нее. Есть еще... А, нет. Зум выйдет, по-моему, позже. Или он уже есть. Но я очень хочу купить зума, потому что он офигенно клевый. Да, кстати, я фанкопоп тоже зум клевый. Сделаю обзор на всякое всячине. Обязательно ждите, потому что это крутая фигурка. Может быть, даже сделаю некий супер обзор, потому что у меня есть еще вот такая штука. Здесь у нас Flash по второму сезону. Что важно, у него здесь белый логотип, потому что по первому сезону мне не нравился. То есть, он с красным логотипом смотрится так себе. И стрела, блин. Стрела тоже, кстати, довольно клевый. О, сменная голова. Стрела по четвертому сезону. Вот, здесь есть лук, который выглядит офигенно. Здесь есть стрелы различные. Здесь есть руки различные. Блин, кстати, фигурки выглядят намного лучше, чем я себе представлял. Я реально думал, что они, ну, такие себе. Ну, то есть, они хорошие. У Flash, кстати, тоже есть какие-то странные айты. Типа, чтобы он, наверное, бежал. Здесь у него сменная голова, как видите. В общем, это такой набор. И из этой серии же есть Arsenal. То есть, Рой Харпер Диггл ей. Зачем-то Филлистий смог. То есть, вы можете сделать прям целую такую диораму, целую сцену с этими фигурками. Но мне было интересно купить именно этих. Нет, может быть, Arsenal я бы тоже хотел. Или еще кого-нибудь. Допустим, Кит Флэша или Зума. Вот, я их тоже очень хочу. Но это потом. В общем, ждите. Обзор на всякой всячине. Идем дальше. Следующая очень интересная штука. Это Марселин. И по времени приключений набор для LEGO Dimensions. Как видите, вы, наверное, не видите. У меня здесь в этом ящике куча наборов, которые я показывал. Но не все использовал в игре. В общем, у меня уже очень много LEGO Dimensions наборов. Но это Марселин, которую я очень хотел. И она почему-то такая, знаете, типа, ну, немного эксклюзивная. Да, давайте сейчас я ее распакую и покажу вам. Я собрал малышку Марселин. И давайте ее посмотрим поближе. На самом деле, вот эти мини-фигурки, которые для LEGO Dimensions, они мне нравятся гораздо больше, чем набор LEGO EDS, который вышел совсем недавно. Я на него уже делал обзор на этом канале, можете посмотреть. И там это выглядит не так круто, как здесь. Потому что здесь это конкретно мини-фигурки. Здесь это сделано очень классно, очень все прорисовано. Там это сборные модели, которые, ну, даже немного не похожи. Ну, то есть, они похожи, но они смотрятся немного крипово. А это мини-фигурки. И мини-фигурки все любят. У нее есть гитара красная, которая выглядит просто офигенно. Немного кривовата из-за того, что детали, ну, вы понимаете. Но это гитара, это здорово. У нее костюм полностью классный, волосы здоровские. У нее два выражения лица. Кстати, кожа белая, посмотрите. У нее два выражения лица. Первое такое злое, то есть, у нее даже глаза и брови напоминают молнии, что прикольно. Вот. И второе выражение лица, это просто такое, не знаю, милое. То есть, она такая, окей. В общем, это офигенная мини-фигурка. Я рад, что я ее заказал. Вот где-нибудь здесь она пока постоит. Ну, все-таки было бы странно куда-то ее переносить в другой обзор. Поэтому я здесь показал. Тем более, многие жалуются, что я не делаю, не распаковываю все здесь. А куда ж мне девать весь этот контент? Вы что, я все заказал? А, блин, еще. У меня тут серьезно. Я обожаю распаковки. Да, просто я не распаковываю все сразу, потому что это было бы странно. Во-первых, это было бы долго. Это минут 30-40 было бы, если бы я все обозревал здесь. Представляете? Вот эти фигурки я бы обозревал, ну, наверное, минут 15. Только вот эти фигурки, потому что нужно посмотреть детализацию. Нужно посмотреть точки артикуляции. Все, посмотрю детальненько, чтобы все клево было. Бэ-бэ-бэм! Это суперкрутой артбук. Ну, официальный, разумеется, по трилогии Back to the Future. Пока я все сейчас это распаковывал, я забыл, что я его приобрел. И он офигенный. Здесь, кстати, есть подарки. Вот здесь, видите, есть подарочки. Сейчас мы все это откроем. Я на него хотел бы сделать обзор отдельный. Если вы хотите, я сделаю, потому что... Да я, наверное, сделаю. Я уверен, что некоторые захотят. Некоторые захотят на это посмотреть. Тем более, я помню, когда я искал его, то вообще на YouTube очень мало, не было качественных обзоров на вот этот артбук. Вот, давайте поглядим, что здесь есть вообще. Сейчас покажу. Он толстенный, посмотрите, какой он. Ну, это, конечно, для любителей таких, как я, наверное. Блин, клево, фоточки. Посмотрите, какие качественные. Все круто прям. Круто, круто. Сейчас я все пролистаю. Конечно, мы дойдем до интересной... Здесь прям письмецо. Фоточка. Блин, серьезно. Так, сейчас, секунду. Блин, смотрите, у меня есть такая же фотка. Я не знаю, может ее сейчас достать. У меня от костюма Марти Макфлая есть точно такая же фотка. Тоже официальная, тоже все окей. Но там другой человек стоит, ну, потому что это костюм, как бы, ну, от другой компании. Вы понимаете, то есть нельзя лица использовать. Здесь же оригинальная фотка, которая в серии. Смотрите. Они здесь реально переливаются. То есть, я не знаю, вам видно? То есть, они действительно исчезают и действительно появляются, как это было в фильме. О, просто мазхэв. Здесь есть письмо. В этом письме у нас... Что, 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 что? Еще одно письмо, серьезно? Нет, это... Блин! Офигеть! Это письмо Марти Доку. О, просто... Вообще огонь, 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 огонь. Блин, серьезно, фотка такая же. Офигенно круто. Вот это классный аксессуар, кстати, да. Сейчас, по идее, здесь... Давайте все я найду. Здесь у нас есть обложка книги Джорджа Макфлая. И это Марти, как вы помните, в костюме таком, в скафандре и так далее. Блин! Вообще, я не знаю, я супер рад, на самом деле. Здесь еще фоточка. К сожалению, все это приклеено к книге. Ну, как бы, приклеено так себе. То есть, это можно отодрать, но все равно неприятно немного, что так приклеено. Здесь все на клею таком. Вот, и здесь фоточка, посмотрите. Ну, здесь, конечно же, кадры, то есть, вся книга... О, все повыпадало. Да, и самое, конечно же, интересное, это постер. И постер челюстей 19, я хотел сказать, 17. Так, я же не ошибся, 19. Да, 19. Моя память мне не изменяет. Блин, вообще! Тут куча писем, посмотрите. То есть, это тоже сейчас можно достать, вот видите, письмо. Но это из третьей части уже. И посмотрите, это тоже можно, ну, сейчас вот так оторвать. Ну, не оторвать, а отклеить. Это схема потокового накопителя. Круто, то есть, реально, как от руки нарисовано. То есть, посмотрите, здесь идет текст, здесь идет описание. И вклеены вот такие различные вкладыши, типа, как постер и так далее, и прочее, прочее. Для атмосферности. И сделано здорово. Я, наверное, обратно все это потом туда положу, потому что не хочу это потерять. То есть, ну, чтобы это в разных местах где-то лежало. Вот, но это очень круто. Есть купюра. Да, посмотрите, купюра на самом деле есть. То есть, здесь у нас биф на купюре. О, офигенно. Почти Трамп. Здесь есть вот эта знаменитая фотка. Помните, когда они фоткались в третьей части? Вот она здесь есть. Ее тоже можно отклеить. И куда-нибудь повесить, если хотите. О, ховерборды. Вот здесь о ховербордах есть. Вот, посмотрите, что я искал. Спасите часы. Прочее, прочее, прочее. У меня это тоже есть. Сейчас вам покажу. Это шло в комплекте с костюмом. Сейчас покажу. Достану ховерборд. Короче, мы здесь заставим. Будет все клево. Сейчас сделаю. Итак, я пришел к вам. Здесь все поставим для аутентичности. И посмотрите. То есть, фотки совершенно разные. Здесь темная фотка. Здесь, ну, они похожи, но это немного другие люди. То есть, они очень похожи. Если не вглядываться, то не поймешь. Но там другие люди. Здесь же это те же люди. То есть, те же актеры. И фотка намного больше. То есть, ну, реально, как фотка. Вот. Но и то, и то. Это Universal. То есть, все официальное. Все официальные реквизиты и прочие. Реплики, точнее. Здесь, посмотрите, что у меня есть. Пям-пям-пям. То же самое. Это шо с костюмом. Здесь даже номер оставлен. I love you. Все как в фильме. Короче, я счастлив, на самом деле, что я это купил. Я не думал, что будет настолько крутой артбук. Настолько крутая книга. Плюс столько различных реплик, аксессуаров и прочее. И последнее, что у меня осталось. Что вам очень понравится. Потому что это... Та-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Это две абсолютно одинаковых коробки. И, к сожалению, я немного, ну, туповат. Они абсолютно одинаковые по содержимому. Ну, там есть, насколько я понимаю, одна такая... Ну, короче, сейчас объясню. Это рандомные коробки от Фанка. Они были в магазине Walmart. Ну, то есть, это не у нас, это в Америке. Они были, продавались. Они, кстати, дешевые. Для того, что там есть, они очень дешевые. Я бы их, на самом деле, скупал, раскрывал и продавал по отдельности. Это супер выгодно. Потому что там... Вот это стоит, по-моему, меньше, чем одна фигурка Фанка. А там фигурка Фанка, брелки и прочее, прочее. То есть, там такое есть интересное. Вот, они вот такие вот, довольно большие. Я думал, что они вообще где-то вот такие маленькие. Здесь, кстати, даже сзади написано, что это эксклюзивно. То есть, Universe Walmart Exclusive. То есть, это еще эксклюзивные штуки. Вы понимаете, да? Насколько цена возрастает. Они по содержимому оказываются одинаковые. Я обязательно сделаю обзоры или на этом канале, или на всячине. И вам разыграю одну коробку для вас. То есть, одна коробка пойдет в Cube's коробку потом. То есть, я думаю, вы понимаете. Короче, очень клево. И, по идее, да, это все, что здесь было. Что-то, знаете, я подумал, сколько я записываю этот ролик. И, наверное, как я и хотел, оставлю фанкапо Back to the Future на ролик. На всякую всячину. То есть, с посылками вашими. Потому что это выйдет еще минут на 20, наверное. Вот. А я не знаю, сколько этот ролик я уже снимаю. 20-30 минуты, кажется. В общем, ну, там, конечно же, смонтирую. То есть, пока я туда-сюда ходил. Но все же. То есть, это выйдет минут на 10, на 15. И так уже много. Надеюсь, вам понравится. Если так, то обязательно поддержите пальцем вверх. Если вам смог поднять настроение. Или вас как-то просто могли попить чай, покушать в это время. То поддержите лайком. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. И подписывайтесь на всякую всячину. И, конечно же, на этот канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем спасибо. Всем пока.